В школьных исторических музеях имеются экспозиции, которые рассказывают об участниках войны и тыла. В экспозициях представлены фотографии, документы, личные вещи и подлинные предметы военной поры. Каждый музейный экспонат содержит в себе много информации и вызывает интерес посетителя. Я снова приглашаю вас в музей школы номер один. На этой экспозиции представлены предметы солдатской утвари. Особое внимание обращает ложка и зажигалка, которые принадлежат Мельникову Михаилу Иосифовичу. Ложка и зажигалка прошагали с Михаилом Иосифовичем с мая 1942 года по июнь 1945. Зажигалку он пользовался и после войны. В музей эти дорогие реликвии передали дочери Мельникова. На фронте Михаил Иосифович был связистом. Сохранилось письмо от него жене и детям, где описываются события 9 мая 1945 года. Победу он встретил в Праге. После возвращения в город Полевской он вернулся к своей прежней профессии – учителя химии. Много лет работал завучем и директором школы. О нем всегда с благодарностью вспоминают выпускники школы и учителям. О его боевом пути рассказывают награды, медали, за отвагу, за взятие Вены, за взятие Будапешта, за победу над Германией и мирные награды. Знак «Отличник народного просвещения» и орден «Знак почета». Я в который раз говорю о том, что накануне Дня Великой Победы так много мальчишек Полевского участвуют в конкурсе патриотической песни. Но сегодня наша съемочная группа побывала в детском доме номер один. Там мы познакомились с Ксенией. Ну надо же, и девчонки могут так проникновенно петь песни о войне. Вместе с Сергеем они часто прибегают в этот зал. Здесь имитация вечного огня. Но даже такой неживой, ненастоящий, он заставляет думать детей о прошедшей войне. Вы видите этот замечательный огонь. Он очень красив собой, он проницаем, он создает душевное спокойствие. И это делали наши мужчины, которые нам помогают во всем, везде. Везде нас поддерживают, и взрослые нам помогали. Мы очень хотим, чтобы этот огонь был всегда с нами, был рядом. Он, пусть он даже если не настоящий, но он будет всегда рядом с нами. И будет смотреться как настоящий огонь, всегда с нами. И я очень рада, что мы придумали эту идею. Скоро в этом зале соберутся ветераны войны. Ксения обязательно исполнит им песню о войне. Но пока она репетирует. Разве кто-то поспорит, что девчонки плохо поют военные песни. Ты, Ксюша, все-таки молодец, что заставляешь своей песней людей переживать и сопереживать бойцам той далекой войны. Это мой преподаватель по вокалу, Семилетова Лариса Анатольевна. Это очень заслуженный педагог. Она учит меня уже 10 лет, я занимаюсь вокалом. Мы вместе выбирали эту песню, мы искали душевную песню, которая заденет душу, будет всегда спокойна на душе, будет всегда воспоминание, много любви, много ласки. Чтобы в этой песне было все связано с войной. Чтобы люди поняли, что они живут и их помнят всегда, их любят, в них верят. От переднего края раскаты гремят, похоронки доходят до тыла. Под Вороньей горою погибших солдат снегириная стая накрыла. Я вспоминаю картину той войны, той жестокой войны, которую люди прошли, несмотря на что, на голод, бомбежки, на все это прошли. Они готовы были, чтобы защитить Родину. Они все дали для этой земли, чтобы люди были всегда дружны, верны, любили друг друга, верили, помнили, никогда не забывали. Мне очень это нравится песня. Мне она трогает очень мое сердце. Я всегда под нее иногда плачу, когда спою, мне глаза слезятся. Я очень рада, что я нашла эту песню. Ольга Пиусовна, педагог детского дома, дает коротенькие рекомендации. Мы видели, что Ксюша прислушивается к советам. Когда у нас была встреча с тружениками тыла, с нашими бывшими работниками, и Ксюша на этом мероприятии пела эту песню, ну вот действительно, просто знаете, вот у меня мурашки бежали. И когда я смотрела в зал, то есть на лицах действительно было видно, что песня все-таки задела. И летят снегири, летят снегири Через память мою до рассвета И летят снегири, летят снегири Через память мою до рассвета Ребята, интересуйтесь историей своей страны, и о героическом прошлом. Успейте спросить у своих пожилых прадедушек о суровых сражениях Великой Отечественной войны, чтобы, когда они уйдут, не жалеть о том, что многое не спросили и не узнали, и остались Иванами, не знающим своего родства. С вами был я, Изгагин Дмитрий. До свидания. Когда мужчины говорят Я думаю, жестоко жили И если б всех их наградили То не хватило бы наград Память опять от зари до зари Беспокойно листает страницы И не снятся всю ночь на снегу снегири Белыми и красные птицы Белый полник стоит над вороньей горой Где оглохла земля от обстрела Где нормалую землю на снег голубой Замерина и стая спрятела